Слава Господу, братья и сестры! Я также хочу присоединиться к тем поздравлениям, которые уже звучали, и пожелать, чтобы воистину Иисус Христос, Он был всегда Царем в наших сердцах. Я думаю, что нет ничего лучше и прекраснее, когда в сердце Царь Господь, когда Он царит нашим сердцем, когда Он руководит им, тогда большое благословение приходит в нашу жизнь. И как уже все проповедники, которые сегодня в основном читали это место Священного Писания, которое направлено именно на то событие, которое произошло в то время с Иисусом Христом, возможно, я, может быть, ничего такого нового не скажу, но напоминанием, возможно, какой-то возбудим чистый смысл, может быть, дай Господь мудрости всем нам. Я хочу прочитать об этом событии, которое мы читаем в Новом Завете, еще до рождения Иисуса Христа, пророк Захария, он об этом тоже сказал. Когда мы откроем книгу пророка Захарии, 9 глава, то мы здесь найдем такие слова, 9 глава, с 9 стиха пророк Захария. Мы видим, что Господь, Он через этого пророка уже предвозвестил, что такое событие будет. И хотелось бы обратить внимание на слова, которые здесь сказаны, что «Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Когда мы обратимся уже в Новый Завет, мы найдем следующий момент, где евангелист Матфей, он тоже описывает это событие, но здесь 21 глава Евангелия от Матфея, 5 стих. «Скажите, черри Сионовой, си царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Мы видим, что здесь евангелист Матфей, он как-то делает ударение на вот это слово «кроткий». Вот «царь» и в то же самое время «кроткий». И хотелось бы обратить внимание на вот это качество Господа нашего Иисуса Христа. Он, несмотря на то, что, да, он был царем, но сказано о том, что он был кроткий. И когда мы читаем дальше, что происходило, когда Иисус Христос вошел уже в Иерусалим, то мы находим следующее, что множество народа постелали одежды свои, одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и постелали по дороге. И направлялся Иисус Христос, мы видим, что в дом, в храм, в дом Божий. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков из камьи, продающих голубей. И говорит им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хремые, и он исцелил их». Мы видим, что евангелист Матфей, он подмечает вот такое качество Иисуса Христа, что он кроткий, и в то же самое время мы находим, что вот он так, войдя в храм, сказано, что выгнал всех продающих, покупающих в храме, опрокинул столы. И, ну, кажется, может быть, и поведение как бы и некроткого, ну, как бы человека может быть, но дело в том, что когда мы читаем Евангелие, как важно, ну, следить, какое событие или какое действие идет за каким. Мы видим, что после того, даже как Господь, кажется, такое действие сделал, выгнал, но следующий стих, буквально за 12 стихом, он сразу раскрывает состояние Господа нашего Иисуса Христа. Какое состояние? Сказано о том, что говорил им, написано, дом мой молитвы, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И 14 стих говорит о том, что и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И мы видим, что даже несмотря, возможно, на такое поведение Иисуса Христа, но Господь, Он настолько, ну, правильно себя повел, что после этого события, когда Он выгнал, сила Божья явилась в исцелении больных. И мы видим, что Иисус Христос, Он не потерял вот этого Божьего присутствия. Он так и остался кротким и смиренным. Я думаю, что в этот праздник, ну, стоит обратить внимание, как уже передо мной брат, он сказал, что, ну, не просто, ну, может быть, там, на веточки какие-то у кого-то, как они украшены, но все же стоит обратить внимание на самого Господа, на самого Господа, как Он поступал, что Он делал. И в то же самое время, как я сегодня хочу вот именно затронуть такую вот мысль о кротости, сегодня это очень важный такой момент в нашей жизни, быть кротким человеком. Не так легко и просто, ну, быть таким человеком, особенно, ну, может быть, ну, в наше время, может, ну, наверное, оно всегда так было, не так легко быть кротким человеком. Но мы видим, что учение Иисуса Христа и Сам Господь, Он учил, и сегодня Он нас учит через Свое Слово вот этой кротости. И мы видим, что кротость – это, ну, умение контролировать свои эмоции, как-то, ну, готовность простить тех, кто, ну, к тебе с негативом как-то относится, а ты взамен, ну, прощение несешь человеку. И для нас сегодня это очень важный такой, ну, момент и очень важное такое состояние научиться быть кроткими. Мы, читая вот это место Священного Писания или вот это событие, мы много что можем, ну, подчеркнуть для себя. Передо мной брат читал о том, что, ну, что Господь сказал своим ученикам. Он говорит, пойдите туда, в то селение, и приведите этого осленка. Но смотрите, что Господь, Он уже предупредил их. Он предупредил и сказал, что если даже кто-то вам скажет, что вы делаете, то вы скажите, так и так, он надобен Господу. И тотчас отпустят. Сегодня мы тоже должны понимать, что для нас это тоже очень важный момент. Господь нас учит из Своего Слова, как нам поступить, что нам сказать, что нам предпринять. И как хорошо, когда мы читаем это Божье Слово, и Господь, Он учит нас, как нам в дальнейшем поступать в жизни нашей. Хотелось бы еще обратить внимание на то, что Иисус Христос свою кротость также, ну, всегда показывал. И всегда не только на словах Он учил Иисус Христос, что Он кроткий и смиренный, но Господь, Он даже своими действиями, своими поступками, Он это доказывал. Например, если мы откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу, с 1 стиха, то мы там увидим вот действие, то действие, которое Господь Иисус Христос совершил среди Своих учеников. И немножко хотелось бы обратить внимание на эту главу Евангелия от Иоанна, 13 глава. С 1 стиха можно прочитать. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Мы видим, что Иисус Христос вот таким действием, таким поступком, Он тоже показал свою кротость, свою смиренность. И, наверное, для того времени, когда учитель умывает ноги своим ученикам, это, наверное, был самый такой наглядный, самый такой, ну, сильный такой урок для этих учеников, что вот, да, Господь, Он говорил о кротости, говорил о смирении, но вот этот момент, Он именно показал, как Он действительно, ну, кроток и смирен, и умывая ноги своим ученикам. Я сегодня не говорю о мытие ног, но я говорю сегодня о том смирении, насколько Иисус Христос, Он смирился. И здесь мы находим такой момент, что Иисус, зная, это третий стих, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Дело в том, что, вы знаете, смиряться или быть кротким, когда у тебя ничего нету, но, может быть, как-то и проще, но, когда вот именно здесь указан на вот этот момент, что Иисус знал, что Отец Небесный отдал все в Его руки. И можно даже так сказать, что судьба планеты была в руках Иисуса Христа. Наши судьбы, они были в руках Иисуса. У Иисуса Христа была власть, была сила, могущество было. И, вы знаете, Он так себя правильно повел перед Отцом Небесным. И сказано, что в первом стихе мы читаем о том, что явил делом, явил делом, имея такую власть, такую силу. И Он так смирился и показал вот этот пример смирения, пример кротости этим ученикам. И мы дальше читаем, что же дальше происходило. И мы видим, что когда Иисус Христос подошел к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, Тебе ли умывать мои ноги? Петр один из таких учеников, который, ну, был таким вот, ну, прямым, искренним. И мы видим, что даже вот этот вопрос, он ему задал, Тебе ли? Ты же Господь. Он даже сказал, что, Господи, Тебе ли умывать? Но мы видим, что Господь, Он снова и снова доказывает свою эту кротость, доказывает свое смирение. И Он начинает объяснять Петру. Вы знаете, в нашей жизни мы встречаем людей, и я один из них, из таких, которым, ну, не с первого раза все доходит. И так и получается в жизни. Порою нужно, ну, нужно несколько раз объяснить одну и ту же истину. И только, может быть, на какой-то раз, ну, ты что-то поймешь. И вот мы видим, что Господь Иисус Христос, Он с такой кротостью начинает объяснять Петру, что Он делает в тот момент. И Иисус сказал ему, это седьмой стих, Иоанна, 13 глава. И Иисус сказал ему в ответ, что Я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Братья и сестры, я думаю, что в нашей жизни нечто подобное тоже порой и происходит. Господь что-то делает в нашей жизни, и мы думаем, ну, зачем оно мне? Ну, оно мне вообще не нужно. Это вообще не для меня. И вот подобно, как Петр, тебе ли уму восьмые ноги? Ну, вот что-то непонятное. Но, смотрите, вот эти слова Иисуса Христа. Говорит, то, что Я делаю сейчас, ты не понимаешь. Но пройдет время, просто нужно вот этот период времени, ну, выждать. Или же, ну, правильно себя повести в этот период времени, когда для тебя что-то непонятно. И Господь, Он объясняет, вот с таким долготерпением, возможно, с этой кротостью, объясняет Ему Петр. Пройдет время, и ты поймешь. И, братья и сестры, я думаю, что хорошо, что Петр так вот сделал. Потому что, если бы вот не было вот этих слов, ну, наверное, многие из нас, они бы, встретив какие-то вот такие непонятные ситуации в жизни, они бы, все, а, что-то непонятно, ну, все, и дальше и ходить не буду. Помните один такой момент? Мы тоже читаем в Евангелии, где Иисус Христос, Он говорил о Своей плоти, о Своей крови. И Он говорил, что слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И многие ученики, которые ходили со Христом, услышав такие слова, то что они сказали? Они сказали какие-то странные слова. Кто может слушать их? И они тоже много чего не понимали. И вот в этот период, когда они не понимали вот этих слов, сказано, что многие отошли от Христа. Они отошли. Ах, встретили какие-то непонятные, непонятную ситуацию, что-то произошло. И они больше не ходили со Христом. И сегодня для нас очень важно понять, что если мы что-то даже сегодня, на сегодняшний день что-то не понимаем, то это не значит, что нужно принять какое-то решение и просто уйти и больше не ходить за Христом. Нет, здесь мы видим, Господь, Он говорит, что уразумеешь после. Подожди чуть-чуть. Может быть, кто-то уже так вот себе решил, ну что-то не получается, непонятно, а я больше не буду ходить. Но Господь через это слово как-то нас ободряет, говорит, уразумеешь после. Подожди. И мы видим, что вот как Господь вот так вот с кротостью объяснял Петру вот эту, ну всю вот эту ситуацию. И Петр говорит ему. А Петр как бы дальше говорит, не умоешь ног моих вовек. Вот я, помните, говорил о том, что есть люди, которым не с первого раза все доходит. Я помню, один из старших братьев, он привозил такой пример, что говорит, когда у меня был пастырский день, и ко мне приходит один и тот же человек, говорит, слушайте, я снова к вам, у меня снова проблемы. Не переживай, я же на это поставлен, я же на это поставлен. Приходи, покуда не получишь помощи. Вы знаете, вот как сегодня важно понять вот эти моменты. И вот порой людям нужно, ну несколько раз одно и то же порой объяснить, чтобы им дошло. И вот Господь говорит ему, ну, Иисус отвечает, если не умою тебя, не имей счастья со мною. А Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Порою или в одну сторону бывает как-то, а уже то всего обмывает тогда. И снова нужно проявить скротость к таким людям. Понимаете, вот как нужно, дай Боже мудрости, вот как-то скротостью к таким людям. Я говорю, что и ко мне тоже так же, порой и неоднократно, люди обращали, ну как-то, я прихожу, вот что-то не получается, что-то, и принимали, и молились. Я помню неоднократно, я вспоминаю тот случай, когда я только пришел уже в служение, в 93-м году отслужил армию, и, вы знаете, вот я с Мариной Моцевилой как-то, ну вот часто так вот бывал, где-то возил ее, и мы приезжаем, помню, в одну семью, а в той семье пять маленьких детей. А мы приехали, слушайте, ну нам бы помолиться с вами. А сестра, пророк, ну говорит, хорошо, говорит, ладно, детки, идите там в свою комнату, а у нее там, ну, пятеро детей, ну это ж о чем-то, говорит, идите там туда-туда, и вот так вот с скротостью, со смирением таким, ну говорит, сейчас я уделю время вам, помолимся там. И, вы знаете, вот так вот, и помню однажды тоже, даже не однажды, кто помнит, Соня Живнирович здесь недалеко жила, я тоже, помню, прихожу к ней и говорю, тетя Соня, вот помолиться бы мне. А она только со служения пришла, она что, не переоделась? А я такой, да ну что я, ну, а вы знаете, вот люди с кротостью, вот так вот, со смирением таким принимали. И я думаю, Господи, вот слава Богу, что находились такие вот кроткие, смиренные люди, такие смиренные сосуды. И вот вспоминая их, я начинаю понимать, что, Господи, да, кто-то мне служил. Сегодня моя очередь послужить, научиться вот этому, вот этой кротости, смирению. И хотелось бы дальше прочитать эту главу, и мы видим, что и 12 стих этой же 13 главы. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлег опять и сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Я еще раз повторю о том, что я не за то, чтобы напрямую как-то умывать ноги, но пример такой, что служение друг другу, послужить чем-то, кто что-то имеет. И мы видим, что Господь Иисус Христос, имея, как я сказал вначале, что и власть, и силу, но повел так себя, принял положение раба, принял положение служащего. И это для нас сегодня такой очень сильный пример. Последнее, на что хочу обратить внимание, это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. И всем нам знакомое место, мы 28 и 29 стихи прочитаем. «Придите ко мне все». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот Господь призывает всех нас, людей, чтобы мы пришли к Нему. И смотрите, кто? Не те, которые не имеют проблем. А Он говорит, что труждающиеся, обремененные, у которых проблемы есть, трудности. И Господь говорит, и я успокою вас. И следующий момент, что возьмите иго мою на себя и научитесь, научитесь от меня. Чему научиться сегодня нам нужно от Господа? Чему? Христос говорит, ибо я кроток и смирен сердцем. Я прочитал тот пример, как Господь себя повел с учениками, с Петром. И я думаю, что на таких примерах мы тоже чему-то учимся. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Мы видим, что когда человек научился вот этой кротости и смирению от Господа, от Иисуса Христа, то Господь такое обетование, такое благословение говорит, найдете покой душам. То, что сегодня порой люди так ищут. Возможно, кто-то за этот покой души деньги немалые отдает и все равно не находит. А вот научившись от Иисуса Христа кротости и смирению, Господь дает такое обетование. Найдете покой душам вашим. Аминь.